привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете как в домашних условиях подтянуть кожу лица как разгладить даже самые глубокие морщины как оживить дряблую видающую кожу этот рецепт содержит своем действие два эффекта всего лишь с помощью одной маски можно убить двух зайцев видео будет полезным видео будет информативным поэтому устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра рецепт маски которую вы можете сделать в домашних условиях которая очень дает хороший лифтинг и скраб эффект эта маска два в одном эта маска очень хорошо подтягивает дряблую видающую кожу если у вас есть легкая легкие брыли либо к лицо требует легкого лифтинга то эта маска идеально подходит маска это подходит для всех типов кожи для любого возраста и эту масочку можно делать в любое время года маска универсальная и рецепт ее очень простой для ее приготовления нам понадобится белок одного яйца это белок который остался от вчерашней маски для волос которую мы с вами делали кто не смотрел обязательно посмотрите как укрепить волосы как сделать волосы блестящими шелковистыми как предотвратить выпадение волос как сделать волосы более густыми там шикарнейший рецепт маски и конечно продукт не пропадает яйцо это универсальный компонент который подходит и для ухода за волосами за кожей лица шеи за декольте и вот сегодняшнюю масочку делаем из того что осталось вчера один белок добавляем одну ложку спитого кофе я из кофемашины прям набираю лучше всего чтобы кофейная гуще было свежая свежая кофейная гуще дает очень хороший и оттенок кожи также очень хороший скрабирующий эффект от этой маски и одновременно хороший лифтинг для того чтобы маска и наносилась проще и имела своем составе большее количество питательных компонентов я рекомендую в эту масочку добавить и овсяные хлопья овсянка очень большим количеством питательных компонентов также обладает к тому же в момент подсушивания она будет стягивать и помогать белку производить легкий лифтинг лучше всего эту маску взбить либо венчиком либо миксером также добавляю одну ложку овсяных хлопьев маска это также эффективно работает и на сужение расширенных пор если у вас есть черные точки расширенные поры если ваша кожа пористая и дряблая эта маска очень хорошо также и сужает поры для того чтобы маска очень удобнее наносилась нужно это все взбить очень хорошо венчиком или миксером наносить эту маску нужно несколько этапов первый слой будет самым тонким не беспокойтесь о том что вот эти крупинки кофейные гуще неравномерно распределяются момент когда вы будете смывать эту маску именно работа скраба и скрабирующий эффект от этих кофейных крупинок будет просто великолепным первый слой наносить нужно по кожным линиям на очищенную кожу лица эту маску не надо наносить на кожу вокруг глаз и на кожу вокруг губ для этих целей у нас есть огромный арсенал масок для кожи вокруг глаз кто не смотрел мои дорогие посмотрите плейлист на моем канале называется глаза и все что касается кожи вокруг глаз уход за глазами упражнения для глаз можете найти в том плейлисте а сегодня мы делаем лифтинг лифтинг омолаживающий очень эффективен именно для возрастной для зрелой кожи эта маска также эффективно и стягивает поры у кого расширенные поры мои дорогие эта масочка как раз для вас если у вас есть сосудистые звездочки если у вас есть купероз эта маска тоже подходит и для ухода за этой кожи как видите я уже начала наносить второй слой этой маски и каждый слой нужно дать немножко на подсыхание я пока опускаюсь к нижней части своего лица лоб мой уже начал подсыхать вторым слоем таких слоев нужно наносить до пяти раз после подсыхания вы обнаружите на своей коже легкое стягивающее воздействие это будет эффект лифтинга эту масочку нужно смывать сначала теплой водой в момент смывания легкие скрабирующие движения массажные движения по кожным линиям начиная от алба нужно обязательно делать это также будет снимать верхний ороговевший слой клеток и давать свежесть цвета лица затем ополоснуть прохладной водой и нанести легкие увлажняющие или питательный крем эту маску можно хранить в холодильнике для применения скажем в течение недели два раза если будем делать эту маску то расширенные поры заметно сузится эффект скраба дает очень хороший оттенок кожи лица в летнее время этот цвет кофейной гуще придает оттенок легкого красивого загара и в сочетании с питательной овсяной мукой эффект будет просто великолепный масочку нужно делать один-два раза в неделю наносить на 20 минут на очищенную кожу лица если у вас нет кофейной гуще то я часто получаю вопросы чем же можно заменить кофейную гущу легко заменяет манная крупа либо молотый рис обычный белый рис на кофемолке перемалываете и получается отличный скраб который можно также использовать и в чистом виде без различных добавок и обязательно посмотрите как правильно наносить этот лифтинг наносить нужно по кожным линиям в несколько этапов после нанесения первого слоя нужно дать две-три минуты на легкое подсыхание как почувствовали только что кожа начала немного стягиваться подсыхать тоже нужно наносить следующий слой таких этапов нужно делать до пяти до слоев чтобы именно каждый слой подсыхал чем-то толще вот этот слой нанесенной этой масочки тем эффект лифтинг будет лучшим будет более сильным и результат после этой маски вы увидите сразу напишите пожалуйста понравилось ли вам эта маска обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях и я надеюсь что вы как всегда с пользой удовольствием провели вместе со мной время а с вами была оксана всем всего хорошего пока пока